Привет, друзья! Итак, в США продолжаются пожары, горят Гавайи, оползень накрыл Индию, в Приморье ввели режим ЧАЭС, по Китаю прокатился торнадо, а в Турции новое землетрясение. Вот это и обсудим! Интересуют такие новости? Поддержи нас лайком и комментарием, это важно! Ну а с вами самый ненаучный канал, Сэйншоу, погнали! Итак, начнем с наводнений. Власти Приморья ввели режим ЧАЭС из-за наводнения, причем режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабного ущерба от наводнения, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяка. На данный же момент число затопленных домов увеличилось до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта. Переливы произошли на 58 участках дорог. Спасатели эвакуировали более 2500 человек. Если вдруг кто пропустил новости за последние пять дней, случилось сие из-за тайфуна Хануна, из-за которого выпавшие обильные осадки вызвали наводнение. Общий подъем воды за поводок составил от 3,9 метра до 8 метров. Отметки воды превысили все расчетные показатели, которые проектировщик закладывал. Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия вновь внезапно для всех проснулся. Об этом сообщает Евроньюз. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал извержение в юго-восточном кратере вулкана. Стремительные потоки лавы могли разглядеть и местные жители. В последующие же часы активность Этны пошла на спад. Однако последствия все равно были. Из-за пепла и дыма на Сицилии приостановлена работа аэропорта в городе Кантании. Хотя этот аэропорт и так почти всегда закрывают при извержении Этны. При этом ограничения коснулись и дорожного транспорта. Власти запретили передвигаться со скоростью выше 30 км в час. Ну а люди тем временем передают привет вулкану. Ну а тем временем семью из четырех взрослых белух и одного детеныша спасли местные рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив, и те не смогли сдвинуться смели. План сработал. Спустя несколько часов киты ушли в Охотское море в краевом минокологии. Поступок рыбаков оценили и обещали наградить. В Махачкале прогремел взрыв на АЗС. Об этом стало известно еще в понедельник. Случилось это из-за того, что в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. После чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в нескольких кварталах. Она накрыла всех свидетелей, произошедшего в радиусе 50 метров вокруг АЗС. Тем временем природные пожары в США пытаются взять под контроль. А если точнее, пожар в городе Лохайна, Гавайи локализован на 85%, в районе города Кула на 60%, а в населенном пункте Пулеху потушить удалось все. При этом некоторые жители уже начали возвращаться из мест эвакуации. И это несмотря на то, что когда горит инфраструктура, она превращается в вещества, совершенно не предназначенные для контакта с человеком. Ну а для тех, кто все же решил рискнуть, власти выпустили ряд правил. Например, не пить воду из-под крана, поскольку она может оставаться загрязненной даже после кипячения. Ну а очистка территории может вообще занять несколько месяцев. Тайфун Лан обрушился на Японию. Он достиг западной и центральной части японского острова Хансю, вызвав проливные дожди. Об этом сообщает новостной ресурс Киода. Около 650 человек оказались блокированными в аэропорту Кансая. До прихода тайфуна власти префектуры Вакаяма решили эвакуировать как минимум 26 тысяч людей пожилого возраста, и это в связи с оползнями, сход которых могут вызвать сильные и, главное, продолжительные ливни. И, кстати, они не прогадали, ведь сутками позже за 6 часов в поселке Натикоцура в Вакаяме выпало 300 миллиметров осадков, а в городе Аяба в префектуре Киота 190 миллиметров. Ну а за следующие 24 часа в регионе Такай выпадет еще 350. А вот это уже пустыня ушла под воду. В Аравии стихия обрушилась вновь на Оман. Ливни затопили пустыню Ромлат-Эль-Вахиба. Что вышло из этого разгула стихий, вы опять же можете видеть на своих экранах. Продолжительный мощный ливень превратил безжизненные пески в огромное озеро. Температура резко упала на несколько градусов и, возможно, упадет еще. На данный момент дожди в Амане льют практически безостановочно. Непростая ситуация сейчас в Индии. Одно стихийное бедствие за другим. Так, например, сейчас селевой поток, вызванный проливными дождями, разрушил десятки домов в городе Шимла. Причем под обломками одного из храмов остаются заблокированными около 20 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, но учитывая продолжающиеся дожди и угрозу новых оползней, работа продвигается небыстро. В рамках рубрики «А что там под водой» сегодня у нас Сипен. Невероятно красивые и крайне необычные морские перья. Это отряд колониальных коралловых полипов из-под класса восьмилучевых. Большинство из двухсот современных видов обитают на больших глубинах, лишь немногие распространены в прибрежных водах. В зрелом состоянии организм состоит из одного очень крупного первичного зооида и нескольких вторичных. У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение. Вот так неожиданно и довольно мощные колебания земной поверхности магнитудой 6,0 зафиксировали у Марианских островов в Тихом океане. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от острова Сайпан, где проживают примерно 48 тысяч человек. Но очаг данного сейсма события располагался на глубине 35 километров. В Турции же после недавних пятибальных землетрясений сегодня относительно все спокойно. За последние 24 часа в стране было всего лишь 5 землетрясений магнитудой 3,0 или больше и 36 землетрясений магнитудой 2+. Самые сильные толчки фиксировались в 30 километрах от Эльбистан, Кахраман-Мараш. Причем землетрясения магнитудой от 3 до 3,8 были с интервалом в несколько часов, начиная с раннего утра и заканчивая вечером. Смотря вот на все эти катаклизмы сегодня, пожары в США, землетрясения, тайфуны, наводнения и так далее, как думаете, а есть вариант, что они не все природные? Пишите варианты и не болейте. Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok